Приветствую всех, дорогие друзья. Сегодня в ролике давайте посмотрим на первый тест процессора Alder Lake S, с которым в будущем будет воевать AMD Ryzen. Оценим видеокарту RX 6900 XT в исполнении Gigabyte и взглянем на интересную материнскую плату в нестандартном формате. Обо всем этом и о многом другом я расскажу вам прямо сейчас. Но перед тем как мы начнем, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе актуальных новостей. И с вашего позволения я начну с красного лагеря, где засветился мобильный процессор Ryzen 9 5900H. Новая запись в Geekbench раскрыла третий мобильный процессор из серии Ryzen 9. На данный момент уже известно о трёх моделях, которые AMD готовит к анонсу в начале следующего года. Это Ryzen 9 5900HS, 5900H и 5900HX. Процессор с приставкой H имеет номинальную частоту 3,3 ГГц с возможностью динамического разгона до 4,65. Судя по характеристикам, он будет чистым 45-ваттником и расположится между 35-ваттным 5900HS и топовым 5900HX. В тесте Geekbench 5 он смог набрать 1520 баллов в одноядерном тесте и 9325 баллов в многоядерном. Тем самым он на четверть превзошёл Ryzen 9 4900H в одноядерных нагрузках и на 11 процентов многоядерных. Позади также остаётся и десятое поколение Intel, хотя конкурировать мобильным новинкам AMD придётся уже с куда более производительным 11 поколением. Тем временем компания Gigabyte представила RX 6900XT с заводским разгоном в исполнении гейминг. Она получила двухсекционный алюминиевый радиатор с теплотрубками и тремя вентиляторами. До питания подключается через три разъёма 8 пин, а на борту карты имеется два видеобиоса. Частоты Game и Boost были увеличены всего на 35 МГц по сравнению с рекомендуемыми AMD. Хотя это не флагманская Aorus, так что такой малый прирост был весьма ожидаем. Цена на такую модель пока что не раскрывается, а о выходе на рынок можно только догадываться. Также в красном лагере ожидается пополнение ноутбуков в исполнении Rock Strix. Компания Asus подтвердила, что представит новые версии своих игровых ноутбуков Rock Strix на выставке CES 2021. Компания не только обновит свою линейку видеокарт на RTX 3000, но и впервые предложит системы Strix на базе Ryzen. Новые ноутбуки будут предлагаться с процессором Ryzen 9 5900HX. Но на данный момент не ясно, насколько этот вариант процессора будет отличаться от модели 5900H, когда доберётся до финальной версии. У инсайдеров есть предположение, что это может быть эксклюзивная деталь для Asus или специальная версия, разблокированная для разгона. А самое интересное, что полноценные игровые Tiger Lake H Intel выйдут немного позже процессоров AMD, и перевод ноутбуков на Ryzen 9 мог стать необходимым действием, а не запланированным. Сам же ноутбук Asus получит экран с разрешением Quad HD и частотой обновления до 165 Гц, что судя по всему станет очень популярным сочетанием для игровых ноутбуков следующего года. А на популярном ресурсе Metacritic появился итоговый список лучших игр уходящего года. В список попали все версии игр, которые вышли за последние 12 месяцев на ПК. Первое место заняла Half-Life Alux и параллельно делит его с игрой Heights. А вот на третьей позиции оказался симулятор полётов от Microsoft, что очень даже неплохой результат для игры таких масштабов. Но самое интересное, что нашумевший Cyberpunk не попал в топ 10 и уверенно занял 18 место в топе, а на 11 месте остановился Doom Eternal, который тоже не попал в десятку лучших. И как мы знаем, в следующем году корпорация Intel планирует выпустить не только процессоры Rocket Lake S, но и Alder Lake S вместе с настольной платформой LGA 1700. Эти процессоры получат большие и малые ядра, будут изготавливаться наконец-то на 10 нм и обзаведутся контроллером памяти DDR5. Но выйдут ли они в следующем году до сих пор неизвестно, но один инженерник уже засветился в Geekbench. Согласно показаниям бенчмарка перед нами максимальная конфигурация с 8 производительными ядрами на архитектуре Golden Coff и 8-ю малыми ядрами Gracemont. Но несмотря на 16 физических ядер, процессор Alder Lake S способен обрабатывать 24 потока, что объясняется поддержкой мультипоточности только ядрами Golden Coff. Опытный экземпляр работал на номинальной частоте в 1,38 ГГц, что вполне типично для ранних образцов. А максимальная частота буста составила 17,6 ГГц, что смело можно списать на сырость бенчмарка, который пока не способен определить все параметры нового процессора. Сами же результаты тестов не дают оценить прирост от использования технологии гибридных ядер, но зато подтверждают наличие готового инженерного образца. Также в синем лагере отличилась компания MSI, которая сделала поддержку 11-го поколения и обновила свои биосы для всех плат с чипсетом Z490. А параллельно с обновлением она поделилась тестами о работе функции Resize Bar. В тестовой системе MSI стоял процессор i9-10900K на материнской плате Z490 Godlike и с видеокартой RX 6800 XT. По свежим тестам видно, что прирост от активации Smart Access Memory наблюдается преимущественно в игре Forza Horizon 4, а Final Fantasy и вовсе дает негативный результат. Плюс ко всему MSI подтвердила полную совместимость своих плат на Z490 с PCI Express 4.0, а задержка технологии изменения бар у Nvidia, судя по всему, заключается в необходимости прошить биос видеокарты. И так как немногие видеокарты Ampere предлагают два биоса, то компания Nvidia стремится активировать поддержку исключительно на уровне драйвера и избавить пользователей от процедуры прошивки. Также MSI рассказала, когда пользователи процессоров AMD получат новую прошивку. Сейчас новая Agesa 1190 распространяется только для некоторых плат, а в середине января станет доступна для всей пятисотой серии. И уже в конце января она доберется до старых плат на B450 и X470. Тем временем в зеленом лагере строят фермы более чем из 78 видеокарт RTX 3080. Такая новость во время дефицита видеокарт может только огорчить обычных покупателей, так как дефицит именно RTX 3080 до сих пор продолжается. А вот курс криптовалют тем временем растет и биткоин уже доходил до 28 тысяч долларов. Но да не будем о грустном, а давайте лучше посмотрим на новые видеокарты Zotac, которые получили название PGF-OC. В новую линейку войдут абсолютно все доступные видеокарты от RTX 3060 Ti до RTX 3090. Само исполнение PGF получило довольно красивую систему охлаждения с тремя вентиляторами и интересным логотипом на задней стороне видеокарты. А компания Elite Group представила материнскую плату под названием GL-KD-HTI в нестандартном форм-факторе. Такая материнская плата представляет половину платы Mini-ITX, что приближает ее к одноплатным компьютерам сверхкомпактного размера. Она оснащена однокристальной системой семейства Intel Gemini Lake со встроенным видеоядром HD600. На плате находится один слот DDR4-2133 формата SODIMM и разъем M.2 для SSD с интерфейсом SATA. Такая плата будет очень интересна для использования в карманных ПК для офисной работы, но каких-то подробностей о выходе или цене пока что не поступало. Также компания Gigabyte анонсировала новый корпус Aorus C700 Glass для построения игровой настольной станции. Новинка позволяет установить материнские платы типа размера Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и E-ATX. Такой корпус получил очень агрессивный дизайн, а левая и правая боковые стенки выполнены из закаленного стекла, благодаря чему можно любоваться внутренним строением системы. В нем реализована и фирменная адресуемая подсветка RGB Fusion 2.0, а видеокарта может быть установлена горизонтально. Сама длина видеокарты может достигать аж 490 мм, что позволяет установить даже самые огромные модели. Также корпус получил интерфейсный блок с четырьмя портами USB 3, симметричным разъемом Type-C, портом HDMI и гнездами для наушников и микрофона. Ну а если вам понравился ролик, то не забудьте поставить ему лайк. А я хочу сказать огромное спасибо всем кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья.